Всем привет, меня зовут Александр Лютиков и сегодня очень короткое и, я надеюсь, мое последнее видео на тему, кто первый чемпион UFC из России. Найдена архивная запись, которая снимет очень много вопросов и прекратит споры. Кого же считать первым чемпионом UFC из России, внезапно актуализировался после того, как Олег Токтаров начал жечь восприимчивую аудиторию через прямые эфиры в Инстаграме. Новый виток обсуждения запустила вот эта фраза. Слушайте, если один ваххабит из Швадинского района это сказал, почему должны все дураки это повторять, скажите мне. Если вы подписаны на меня не только здесь, но и в Инстаграме и везде, то в курсе, что вчера я попросил подписчиков найти видео, в котором Хабиб Нурмагомедов что-либо говорит о чемпионском поясе Олега Токтарова. И это видео нашлось. Итак, 2015 год. Хабиб дает интервью московскому тренеру и судье Дмитрию Зарщикову. В 2008 году, когда ты принимал участие в турнире Кубок Олега Токтарова, русский медведь по панкартиону, приехал сам Олег и в общем-то в разговоре обратил на тебя внимание, то есть всех участников, там в районе 100 человек, обратил на тебя внимание. Тогда ты еще был, можно сказать, неизвестным спортсменом, никто тебя не знал, у тебя не было таких достижений. Да, это в 2008 году, когда я участвовал, первый раз я уже выезжал за границу Дагестана и приехал на ваш турнир, на открытый турнир по панкартиону, это... Кубок Токтарова, русский медведь, да? Тогда я все бои закончил досрочно одним приемом до финала и я думаю, Токтарова это заметил, через руку тогда я всех душил, тогда он мне дал за лучшую технику кубок, я знаю это. И для меня это послужило очень большой мотивацией, что чемпион UFC меня наградил, посчитал, что я лучший боец на турнире, ну там почти 150 человек было участников. Для меня это было большим шагом. Ну вот и все. Да, например, у меня другая точка зрения. Я считаю, что корректнее говорить, что Олег Токтаров первый российский обладатель пояса UFC. Потому что в его время существовал и другой пояс поважнее, обладателя которого в UFC называли чемпионом мира. И вот бой за этот самый важный пояс Токтаров как раз выиграть не смог. Ну, мы об этом спорили с Токтаровым еще год назад, после чего он стал говорить, что везде меня заблокировал. Но пока не было повода проверить, так ли это. Да, команда Хабиба что раньше, что сейчас тоже ставит под сомнение чемпионство Токтарова. Вот, например, менеджер Хабиба Резван Магомедов сегодня публикует у себя в сторис ссылку на в высшей степени беспристрастный и нейтральный паблик с названием «За Хабиба». Там вдруг узнали о том, что полуфинальный бой Токтарова на UFC 6 считается договорным. Ну, опять же, мы с Олегом Николаевичем еще год назад это проговорили. Рефери Джон Маккарти в своей книге, я думаю, вы в курсе, написал, что в этом бою он увидел первый договорной бой в своей карьере. Вы про Месси, если что? Да, да, да. Ну, что у вас был один менеджер Бадди Албин. Вот спросите Бадди и Месси. Мне об этом никто не говорил, что это договорной бой. Он на меня в ноги прыгнул, я удушил все. Притом я мыши и так сжал, чтобы потом управлять парню пришлось. Ну, а что? Ну, допускайте, что это было просто без вашего участия. Я потом читал, что Бадди ему сказал, что я тебе больше боев не дал, не дам я тебя загнаю. Я допускаю, что Энтони понимал прекрасно, что со мной не справится. Допускаю такую возможность. Но главное, вот факт. Хабиб Нурмагомедов сам назвал Олега Токтарова чемпионом UFC. Чемпион UFC меня наградил. И несмотря на серьезные основания не называть Токтарова чемпионом UFC, Нурмагомедов отнесся к своему предшественнику с большим уважением. Ну, так, по крайней мере, было в 2015 году и этих слов Хабиб назад не брал. Это, наверное, правильно. Это лучше, чем ругаться. Быть первым чемпионом, конечно, классно, но не забыть человека, который дрался в этой клетке до тебя, закрыть глаза на то, что он чего-то недовыиграл или не с теми дрался. Это великодушие, которое доступно чемпионам и недоступно журналистам. И напоследок, реакция Олега Токтарова на то, что мои подписчики нашли это видео, где Хабиб говорит, что Токтаров чемпион UFC. Что за пост? Это пост Лютикова. Я сделал репост Лютикова. Я не могу больше с Лютиковом общаться, я его заблокировал. Но просто интересно. То есть Лютиков мне тогда первый раз подножку сделал, что у меня по 4000 приходило в минуту, в час всяких сообщений. Могу только сказать, что услышать от мастера самбо фразу «ты мне подножку сделал» – это наивысшая похвала. Мне кажется, в UFC никто не смог Токтарову подножку сделать, а я вот каким-то образом сумел. Отлично. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, чтобы не пропустить новые подножки.